Увидел однажды и заболел на всю жизнь. Геннадий Яковлевич вспоминает, как в 1957 году, будучи студентом Томского политехнического института, впервые узнал, что такое радиоспорт. Когда я в 1966 году начал заниматься языком эсперанто, я начал переписываться с радиолюбителями других стран. Создалась группа. На одной частоте мы встречались немцы, французы, англичане. Возвращение. Говорили, что вот сейчас. На базе Барнаульской общеобразовательной школы номер 31 работает спортивно-технический клуб «Радист». Сегодня здесь занимается всего шесть ребят. Чтобы собрать хотя бы такую небольшую группу, Геннадий Яковлевич лично ходит по классам и пытается заинтересовать детей техническим видом спорта. У вашей команды есть позывной? Да. Как он звучит? Роман Константин 9, Игорь Василий Василий. В том, что радиоспорт – это спорт, Ясков убежден на 100%. Вот только по словам тренера, мировые рекорды здесь поставить трудно, а за победу не вручают дорогие подарки. Педагогов сейчас для технических видов нет. Те, кого вы можете сейчас встретить, это в основном вот такого возраста, как я. Молодежи нет. Сегодняшний праздник радиолюбители как-то по-особенному не отмечают. Коллективного выхода в эфир не будет. А вот из ближайших планов клуба «Радист» – участие в чемпионате России. Он пройдет в июне в Пензе. При условии, что найдутся деньги на поездку. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует.